Добрый день! Любое другое время суток по вашему выбору. Я надеюсь, вас еще не задолбала мелодия Манго Джерри, потому что я не в состоянии обсуждать фильм «Судья Дредд», старенький, со Сталлоне, по ту пафосную музыку, которая там присутствует. Она очень пафосная, весь фильм очень пафосный. Собственно, я его зачем начал смотреть? Дело в чем? Я хочу пересмотреть фильм «Судья Дредд» с Карлом Урбаном. Новенький, да? Ну, относительно. Ну и решил, почему бы нет, почему бы не пересмотреть фильм 1995 года. Ну, потому что я, конечно, помнил, что он фигня. Но надо было, во-первых, попробовать найти в нем что-то хорошее. Во-вторых, ну, понять, по крайней мере, почему он фигня. Ну, в конце концов, не далее, как вчерась Климсан и Джуков, например, целый час растекался мыслью по древу, выковыривая какую-то философию из фильма «Терминатор». Вот, я не знаю, этим, по-моему, люди занимаются лет в 15. Вот, какие-то, какую-то там человечность, все дела, вот всю эту фигню. В то время как, извините меня, Джеймс Кэмерон просто снимал хорошо просчитанный боевик для разных категорий зрителей. И для семейных пар тоже, поэтому там и ребенок, и человечность какая-то, вот. Никакой особой философии там нет, только бабки. Ну, хочется Климсан и Чу этим заниматься, ради бога. Вот я и подумал, если уж Климсан и Чу вытащил философию из «Терминатора», может быть, я вытащу какую-нибудь глубокую философию старого судьи Дреда. Вот, пошел я там эту философию искать, сразу скажу, не нашел. Вот, ну, потому что фильм, ну, вот он реально плохой. Вот, и там даже дело не в золотых трусах Сильвестра Сталлона. Он когда в них появляется на жутком пафосе с такой, с квадратной челюстью, еще под пафосную музыку, да, появляется в этих золотых трусах от Versace, на которого, видимо, половину бюджета угрохали, да. Вот, ну и, соответственно, а дальше, по-моему, там можно играть только комедию, да. Но нам играют не комедию, нам играют дико нелогичный какой-то боевик. Даже не боевик, там экшн-сценты не так много на самом деле, и сняты они, мягко говоря, не очень хорошо, да. Нам почему-то начинают Дреда там как-то очеловечивать. Вот, это при том, что он минимум усилий прилагает, вот, герой, да. Я про актера Сильвестра Сталлоне ничего не говорю. Актер Сильвестра Сталлоне, он играть умеет, он может, если что, поиграть лицом, изобразить чувство там и так далее и тому подобное. И вот эта каменная харя, вот, без выражения, это придумал, это режиссер придумал. Да, кстати, не надо мне про комиксы говорить, там, я кино смотрю, да. Вот в кино я не понимаю ни хера вообще. Вот, кто управляет вот всем этим, да, то, что там показывают. А, кстати, сразу надо сказать, чего я хорошего в фильме нашел. Я там нашел одну хорошую вещь. Вот, это актриса Даяна Лейн, которой очень идет вот эта вот форма от Версач. Вот, вот ей эта форма идет. Мужики в ней выглядят как идиоты. Ну, то есть, как циркачи и клоуны, да. А вот она просто прекрасна. Особенно, вот, когда все эти вот балдашники снимают, вот, ей очень идет и лучшее, это она лучшее, что есть в этом фильме. Актриса Даяна Лейн, это очень, кстати, серьезная девушка, в свое время была. Вот, с очень хорошим, так сказать, стартом. И можно вспомнить фильм Уолтера Хилла «Улицы в огне», где она чудовищно красивая. Здесь она тоже очень красивая. Вот, ну, потом там у Фрэнсиса Форда Клоппола снималась еще где-то. Да, я ее видел в телепостановке «Трамвай желания», где она играла с Джессикой Лэнг и Аликом Болдуином. Интересный был такой фильмец, да. Вот, ну, кстати, вот тут еще китаянка есть фигуристая, да. Вот, ну, в общем, это единственное, что хорошего в фильме есть. Они даже драку женскую в концовке умудрились испортить, да. Зачем-то перебив ее мужской дракой. Ну, черт побери, ну, хотите вы сделать нормальную, нормальную, зрелищную боевую сцену? Вот, вот, вот так вот надо было минут на 15 зарядить, чтобы эти две девочки, да, соответственно, Джоан Чен и Дайана Лэнг друг друга калашматили. А вот эти идиоты, их надо было вообще убрать, по-моему, из фильма. Вот, оставить какую-нибудь интригу между девчонками. Вот, было бы замечательно. Они нормальные в обтягивающих штанишках, да. Вот, когда ты смотришь на обтягивающие штанишки, ты не задаешься вопросом, нахрена мне это все показывают, да. Ну, потому что, я говорю, я понимаю, что комикс, но надо было хотя бы объяснить, кто тут за что воюет, потому что в фильме ничего не объясняют. Есть какой-то виртуальный закон в вакууме, за который, как бы, борется Дредд, но делает он это так, что переживать ему не хочется. Вот, нам показывают отмороженного идиота. Вот, первый час времени нам показывают отмороженного идиота. Вот, поэтому нам, ну, мы абсолютно не хотим ему сопереживать. Вот Дайни Уэйн, мы хотим сопереживать. Она нормальный человек, а ему нет. Вот, и потом во второй части фильма, когда, наконец-то, Дредд сбрасывает вот эту вот свою масочку, вот, и начинает, как бы, пытаться что-то там лицом изображать. Причем Сильвестер Сталлоне постоянно пырится, вот так вот делает эти вот страшные лица, да, там, то есть, корчит. Опять же, не вина актера, да, ну, то есть, ну, ему сопереживать не хочется совсем, да. Плюс к нему подключают вот этого Роба Шнайдера, да, то есть, записного комика, да, человека, который ассоциируется просто с комедией, да, вот, который его постоянно перебивает. То есть, мы только-только Сталлоне там что-то пытается, да, вот. И тут начинаются какие-то идиотские шуточки, да. То есть, опять же, и в конце концов, когда начинается уже концовка, там, ну, на Сталлоне, честно говоря, как на героя-то плевать, он неинтересен. Вот. Плюс, я говорю, фильм как-то очень нединамично снят, там, вот, экшн-сцены, они как-то отдельно, да, и очень они какие-то, ну, я не знаю, нединамичные именно. Ну, драка и драка, да, вот если бы там какой-нибудь счетчик, там, тикл, да, там, какая-нибудь бы бомба должна была взорваться, да. Но это еще можно было бы как-то понять. Вот Арманта Санта, у него здесь местами персонаж симпатичный, да, но он тоже в какой-то момент тоже постоянно начинает пыриться, изображать из себя психа, вот. Вот. И, соответственно, все это дело, картину портит. Вот. Он тоже какой-то не очень. Вот. Ну, я не знаю, вот Сталлоне, это караул какой-то. Вот даже этому роботу железному, вот, огромному, тут сопереживаешь вот этому, вот. Вот он, он гораздо симпатичнее, чем Сталлоне. Он, по крайней мере, он такой, у него цельный образ. Юрген Прохнов, несчастный. Его тут поставили на роль главного злодея, вместе с ним тут отметился еще Макс Фонзюдов. Ну, людям на старости лет надо деньги зарабатывать, что поделать. Видимо, за это платили. Я не знаю, в общем, никакой философии я тут, к сожалению, не нашел. Вот. Я не понял, почему судья Дредд, учитывая то, что он, ну, как бы, за весь фильм не совершил ни одного вменяемого хорошего поступка. То есть, он что хорошего-то сделал? Он только осудил невинного человека вначале, потом уничтожил частную собственность вместо, там, штрафа за парковку. Ну, и все. Вот. То есть, почему он хороший, понять невозможно абсолютно. А вот, кто тут чем управляет и так далее, это вот тоже понять нельзя абсолютно. Вот Джеймс Римар, вот его-то сюда как занесло, он тут буквально тут чуть-чуть, да, его очень быстро убивает. Нехороший Сильвестр Сталлоне, такого нашего замечательного Джеймса Римара, отличного актера, который мог бы зажечь в таком кино тоже, почему нет. Вот. То есть, кто тут чем управляет, кто за что дерется. Вот нам сначала показывают бунт, да, со стрельбой. Почему люди бунтуют? Оказывается, им плохо живется. А почему им плохо живется? Кто в этом виноват? Вот. То есть, вот эти вот судьи, они сверху сидят, непонятно, они судьи или правители? Если они не правители, а просто судьи, то кто управляет, кто виноват? Вот. И почему вот этот вот товарищ в маске ничего с этим не делает, раз он такой уж крутой, как горы, да? Вот. То есть, причем нам же тут показывают, что это непростой судья, а он там вхож в кабинеты в самые высокие, там и так далее, там и подобное. То есть, это такое, вот. В общем, очень много нелогичностей, вот, пробелов сюжетных, смысловых. Вот. Именно это губит фильм, а не то, что тут какие-то золотые трусы от Versace, там, или какие-то съемки не очень хорошие. Кстати, вот, общий вид города, да, вот, как бы, когда показывают, так, вот эти вот общие планы, да, нарисованные, они же очень красивые, можно было что-то с ними попытаться сделать, но не сделали, к сожалению, да? Вот, вот, вот эти вот все сюжетные повороты, то есть, с высылкой судьи на верную смерть, там, вот это вот все, вот такая придятина, вот, то есть, какие-то каннибалы непонятно откуда взявшиеся, да, то есть, откуда они взялись, кто они такие и так далее, почему они здесь, почему они вынуждены есть людей, может, у них работы нет, там, или еще что-то, вот. Вот, они тут, как бы, у нас на глазах разносят шаттл, который везет людей в тюрьму. Вот, становится интересно, а не каждый шаттл так разносят, который везет людей в тюрьму? Вот, это их обычное занятие, если нет, то где они берут, как бы, средства, там, для жизни и так далее, и тому подобное. Вот, вот, понимаете, когда фильм неинтересно смотреть, а его смотреть неинтересно, потому что динамика в фильме очень слабенькая, то есть, и Сталлоне не сопереживаешь, его смотреть неинтересно, тут же начинаешь вот эти вот все косячки высматривать, да? Ну, и единственное, что, как бы, радует, это когда Дайана Лейн появляется в кадре. Вот, вот, она как глоток свежего воздуха, чисто визуально на нее приятно смотреть. Вот, ее жалко из-за того, что она по сюжету вынуждена помогать этому дегенерату, вот, ну, в смысле герою Сталлоне. Вот, вот, ее жалко, если переживаешь. Бедная женщина. Я бы, на самом деле, на месте феминисток, я бы что-нибудь против этого фильма сказал. Вот, потому что она тут, в конце концов, всех спасает и всех выручает, вот. А она все равно герой второго плана, ей наверняка дали меньше денег за этот фильм, чем Сильвестру Сталлоне. Вот, в общем, короче говоря, ребят, я попытался найти какие-то плюсы в фильме «Стареньком судья Дредд». У меня это не получилось, вот. Ну, что можно сказать? Ну, Сталлоне-то ладно, он как был звездой, так и остался. Вот, Дайана Лейн, к сожалению, ну, у нее карьера, как бы, очень неровно сложилась. Она в такие вот звезды первой величины не вышла. Вот, хотя, конечно, женщина очень красивая и актриса хорошая, вот. Ну, я не знаю, Арман Тассанте, слава богу, по-моему, больше в таком говне не участвовал, хотя не уверен. Вот, у него иногда есть свойства, он иногда любит, да. А вот, ну, в общем, а, что главное, да, то есть режиссер Дэнни Кэнон после этого снял только одно кино какое-то, вот, после чего ушел работать в сериалы. Вот он какую-то серию Готэма снимал, там, я не знаю, Никита, но это не та Никита, которую мы помним по каналу НТВ, такая другая Никита уже, ну, в общем, тоже не взлетел, да. Ну, и замечательно, совершенно 90 миллионов, сборы 34. Сборы в мире 113, это даже не отбился. Вот, ну, так ему и надо, в конце концов. Ладно, завтра посмотрим нормального судью Дреда с Карлом Урбаном. Вот там вот все хорошо. Да, и там, кстати, тоже есть красивая женщина, которую приятно посмотреть. Вот, ну что, 13 минут я уложился. Все-таки я, ну, если, как бы, пользоваться поговоркой кратко «Сестра таланта», я талантливый, Клим Саныч. Вот, всем добра, хорошего настроения, не смотрите эту щеки, пожалуйста. Пожалуйста.